Я GoLang-разработчик в компании SoftServe. И сегодня я бы хотел поговорить о секретах и уловках структурирования GoLang-приложений. Меня эта проблема всегда поинтересовала с самого начала, как только я стал заниматься разработкой на GoLang. И попытался найти какие-то ответы для себя на вопросы, как же все-таки структурировать приложение, написанное на GoLang, и что сами авторы Go, что они говорят об этом. Попытался найти ответы на эти вопросы. И авторы GoLang на самом деле ничего не говорят об этом. То есть они говорят, что мы даем вам инструмент, который очень классный, который поддерживает много фич, но мы не говорим, как вам структурировать ваш проект. То есть это все на ваше усмотрение. Все зависит от того, какой у вас проект, насколько он большой, какие его нам структуры нужны. То есть какого-то ответа нет. То есть такой же парадигмы, то есть придерживается и автор других языков программирования. Однажды я услышал от автора одного языка, что вы думаете о фреймворках. Я сказал, что в духе, что это полная фигня, фреймворки не используйте, пишите просто на том языке, на котором вы пишете, и вот с такими мыслями подходят сами авторы. И в таком случае у нас есть два выбора. Это либо использовать фреймворк, какой-то, например, на GoLang, либо самим создавать структуру проекта. И когда мы задаем свой вопрос, то есть первое, что мы делаем, это мы идем в чатик, в Slack-чат GoLang, GoLang Community, и спрашиваем, ребята, какой фреймворк вы используете, что вы мне посоветуете? Я новичок, я в этом не очень понимаю. И тебе так аккуратно пытается рассказать, что ты знаешь, надо смотреть на твою задачу, и тут нет одного решения. То есть, может быть, тебе нужен фреймворк, но, может быть, он тебе и не нужен совсем. Вот, фреймворков в GoLang достаточно много. Это Reveal, Bigo, Martini, GoKit, JinJonic. Я, наверное, еще десяток, или, может быть, даже больше не назвал. То есть не так это важно. Вот, какие-то плюсы, минусы использования фреймворков, фреймворков, они очевидны. Это то, что у вас есть какая-то одна структура, это то, что у вас есть логи, метрики, менталвары, все это у вас есть из коробки. То, что у вас, вы можете сконцентрироваться на написании бизнес-логики в своем проекте, и вы очень легко можете переключаться между проектами, если написанные у вас они на каком-то одном фреймворке. минусы, это то, что вы используете какое-то общее решение для любых задач, и то, что вам достаточно тяжело будет изменить какое-то поведение ядра именно этого фреймворка. И в каком-то своем опыте, когда мы только начинали разрабатывать на голенге, мы, то есть были какие-то первые пробы придумать свою структуру, но после того, как у нас поступила достаточно большая задача, мы решили, что... То есть каждый разработчик занимался своей задачей, и решили, что в нашем случае более как бы актуально будет выбрать какой-то один фреймворк и использовать его, потому что, ну, это давало нам возможность очень легко понимать код друг друга и переключаться между проектами. В общем, это было достаточно удобно, вот, и я потому что более чем уверен, что если бы нам дали возможность писать, как каждому из нас, создать какую-то свою структуру, нас было четверо, у всех, у четырех эта бы структура была абсолютно разная, каждый бы этапил за свою структуру, говорил, для меня это подходит, вот, в нашем случае это сработало, и было, в общем, этот проект полетел. Вот, но мы сейчас не об этом, мы попытаемся создать какую-то свою структуру, но когда ты начинаешь писать какой-то проект, у тебя сразу же возникают новые и новые вопросы, на которые тебе надо дать ответы. Вот, значит, вопросы, которые возникают, а что если я помещу весь свой проект в одну папку, рутовую папку, да, это имеет место быть, это такой проект, такая структура называется Flat Structure, наверное, она больше подходит для проектов, у которых кодовая база не очень большая, и сам проект не очень большой. Вот, потом, следующий вопрос у нас, который у нас возникает, а что если я заюзаю структуру проекта, которая из другого какого-то языка программирования, она для меня знакома, она мне понятна, и я очень легко смогу с этим разобраться. Вот, следующий вопрос, на который нам надо ответить, это как нам решить, что должно быть в одном пакете. Подход Go, это то, что в одном пакете должно быть то, что имеет какое-то общее предназначение. Вот, дальше вопрос, который мы себе задаем, что авторы Go нам говорят по поводу использования какой-то структуры проектов. Как я уже ранее упоминал, они говорят ничего, мы даем вам инструменты, используйте, пишите так, как вам удобно. Вот, следующий вопрос, например, если у меня появляются какие-то шареные структуры, шареные константы, куда мне их помещать, в каком пакете они должны быть, как мне с этим будет удобно работать. И последний вопрос, с которым мы сталкиваемся, может, мы все-таки эту свою структуру, и давайте использовать какой-то фреймворк, и не забивать себе голову. Вот. Но давайте попробуем создать какую-то свою структуру. Наша структура будет эволюционировать. Начнем мы с чего-то самого простого, чтобы как-то не отрываться от какой-то жизни. То есть мы возьмем какой-то реальный проект, это должно быть что-то связано с реальным миром. Припустим, мы создаем какую-то e-commerce платформу. Эта платформа предназначена для хранения, обработки продуктов. Скажем, пусть это будут какие-то продукты, например, продажи каких-нибудь кроссовок, маяк, всего остального, что, может быть, наш продукт будет содержать в себя такие поля, как имя, тайтл, количество на складе, цену. И нам необходимо создать приложение, которое позволит нам легко находить наши, то есть позволит нам иметь полнотекстовый поиск по нашим продуктам. То есть для примера мы используем хранилище такое, как Elasticsearch. Самое простое, что приходит мне в голову, это давайте все поместим в одну рутовую папку. И, наверное, все сейчас помнили какие-то свои первые проекты. То есть они выглядят приблизительно так же. Все находилось в одном пакете. Это был какой-то main пакет. Все данные были перемешаны, но оно работало, и нас это вполне устраивало. Вот. В нашем случае наша структура, то есть первый шаг, наша структура будет содержать main файлик, будет содержать какие-то хендлеры, которые будут получать запрос, отвечать на наши запросы, будут содержать медоварки, это могут быть, припустим, какая-то аутентификация, это может быть какая-то парсинг входящих параметров, по которым пытаются искать в нашем приложении. У нас будет модель, которая будет представлять наш сам продукт. У нас будут какие-то наши параметры, которые будут приходить от пользователя. У нас будет хранилище, это те действия, которые возможны с нашим продуктом. И будет конкретная реализация нашего хранилища, это будет наш эластик. Плюсы и минусы этого подхода, они очевидны. Это легко читать и поддерживать, понятная структура, если не знаешь, с чего начать, хорошо начать именно с этой структуры. Нет какой-то особой сложности, нет каких-то циклических зависимостей, потому что это один пакет. Но все-таки есть и минусы, потому что у тебя есть доступ к абсолютно всему, то есть у тебя нет какой-то изоляции между твоими частями проекта. Это, скорее всего, приведет к каким-то ошибкам. Но с такой структурой нам тяжело сказать, а что это приложение делает, как оно себя ведет. Из своего опыта я видел такие приложения, например, это был шедулер, который отправлял письма по расписанию. Это могут быть всевозможные алибы. В общем, это какие-то проекты, наверное, до каких-то 20-30 файликов, которые себя включают и с которыми нам будет комфортно работать. Дальше наше приложение эволюционирует, мы становимся более опытными и мы скажем, что давайте попробуем, может быть, связать такой подход, такую структуру проекта, как группировка по функциям. То есть она еще известна, как Layered Architecture. Я думаю, что разработчики Ruby on Rail, она очень хорошо знакома, такая структура. По сути, это разбивка нашего проекта на понятные группы, которые задержат какой-то общий функционал. В нашем случае, в нашем случае, это наш следующий шаг по разбивке нашего проекта, у нас появляется такой пакет, как хендлеры. В этом пакете у нас будет наши мидалварки, у нас будет сам продукт, то есть это те хендлеры, которые относятся к нашему продукту. У нас будет модель, в которой будут содержаться наши продукты, то есть это наша entity этого проекта будут содержаться query-параметры, будут содержаться storage, это действия, которые мы можем делать с нашим продуктом, и будет наш пакет storage, то есть это будет конкретная реализация storage из моделей. И будет пакет main, который будет себе связывать наши хендлеры, наш конкретный storage, то есть мы будем его использовать для связки, связки просто этих пакетов. Вот плюсы и минусы такого подхода, это легко понять, что куда идет, очень понятная структура, похожие вещи идут в один пакет, очень напоминает на какие-то структуры из других языков программирования, то есть что-то очень для нас очень близкое. Из минусов это то, что куда мне поместить какие-то общие константы, структуры, и второе, это то, что он не дает какой-то конкретный ответ на то, что на самом деле делает это приложение. Дальше наше приложение опять эволюционирует, и мы приходим к такому подходу, как группировка по модулям. А что, если я разобью мое приложение по каким-то понятным мне модулям? В нашем случае наше приложение будет состоять из модуля продуктов, который будет содержать в себе наш энтити нашего продукта, будет содержать параметры, по которым мы будем содержать хендлеры, металлвары, которые относятся именно к этому продукту. Также у нас будет пакет storage, который реализует хранение, какие-то действия над этими данными. И конкретная реализация нашего сториджа, а это будет наш эластик. Опять же, пакет main будет, сам файлик, сам пакет main и сам файлик main.go будет нам нужен, опять же, для связки наших частей нашего проекта. Вот. Плюсы и минусы такого подхода, из плюсов можно отметить то, что все сгруппировано очень логически в нашем проекте, легко находить ту информацию. Из минусов можно отметить это именование, потому что, как мы заметили, у нас есть, припустим, пакет продукт, в нем есть какая-то наша entity продукт, и когда это все будет инициализироваться, это будет достаточно все как-то и так не очень смотреться. и большая вероятность того, что у нас будут циклические зависимости, потому что у нас есть, у нас могут продукт зависеть от сториджа, и сторид зависеть от продукта. Вот. Двигаемся дальше. та структура, которая, которая больше всего импонирует мне, это domain-driven development. Вот. А что, если я все сгруппирую по контексту? Вот. Это называется domain-driven development, либо это еще называется адаптер. В общем, вся фишка этого подхода в том, что мы разбиваем мы разбиваем энтити какие-то энтити нашего проекта на мы разбиваем весь проект на какие-то энтити. В нашем случае в нашем случае наша энтити будет это наш продукт, то есть это какой-то абстрактный инстанс. наш продукт может содержать value object, то есть зачастую это поля, которые относятся к какому-то конкретному типу нашего продукта. Также может содержать domain-ивенты, то есть это будут продукты, продукт может быть не найден, может существовать, могут быть ошибки, может быть какие-то подтверждения и все что угодно. Вот. Также присутствует такое понятие, как агрегейт, то есть когда у нас появляется связь между нашими энтити, мы можем их поместить в наши агрегейты. Например, если бы у нас кроме продукта были еще заказы, мы бы это все вместе могли соединить, у нас бы получился такой агрегейт как продукт и ордеры. Потом здесь также есть такое понятие как сервисы, сервисы это бизнес-логика, которая может быть при работе с нашим продуктом, то есть вся бизнес-логика относится к сервису. И репозитория это реальная имплементация нашего сервиса. Дальше перейдем к структуре, как бы выглядел наш проект, если бы мы решили использовать domain-driven-development. то есть опять немного вернемся, то есть domain-driven-development в центре внимания это домен, то есть это конкретно это наш entity. Наш бы проект выглядел приблизительно следующим образом, у нас бы был в рутовой папке наш продукт, то есть это наш entity, наш домен. также бы присутствовал продукт-сервис, то есть это те действия, которые возможно произвести с нашим продуктом. У нас бы также присутствовали query-параметры, то есть параметры, по которым нам бы необходимо было искать в эластике. также в таком проекте присутствовал бы пакет CMD. Пакет CMD нам нужен для того, чтобы хранить, то есть он у себя содержит все бинарники, которые возможны для этого проекта. В нашем случае это HTTP сервер, также могли бы быть вызовы какого-нибудь CLI, то есть можно было вызывать что-то из командной строки. Еще один важный пакет, который здесь присутствует, это пакет POKJ. Он бы себе содержал такие пакеты, как HTTP, которые были наши хендлеры, наши металлварки, и у нас был пакет Elastic, то есть это конкретная реализация нашего продукт-сервиса, то есть те действия, которые мы можем произвести с нашим продуктом. Вот такая структура CMD POKJ это в мире GO, это сейчас такая общепринятая структура, ее все признают, и она для многих проектов подходит. точно точно так же в своем проекте используем такой же подход с пакетом CMD, правда мы там используем COBRA для каких-то вызовов, но структура для нашего проекта очень похожа. Из плюсов и минусов этого подхода можно отметить то, что здесь понятная структура, все легко читать и понимать, нет циклических зависимостей, из минусов это наверное то, что необходимо какое-то время для того, чтобы с этим всем разобраться, необходимо для того, чтобы что-то получилось, надо начать это делать. И наверное из минусов это то, что в принципе нет смысла использовать такую структуру, если у вас действительно очень простое приложение, как упоминал ранее, если у вас 10 файликов, какие-то конкретные действия вы выполняете, для этого было бы нам достаточно и нашей flat structure. Дальше я хочу немножко затронуть тему лучших практик в построении go пакетов в приложении. Одна из лучших практик, как упоминал ранее, это использование пакета CMD, она назначена для бинарников, также это использование пакета пакетов, это для всех кастомных пакетов, которые вы добавляете, также в своей структуре вы можете использовать такой пакет, как Moki, то есть он будет на верхнем уровне, это пакеты для шареных структур для тестов, пакет Moki, Moki, использовать для связывания каких-то частей своего проекта, то есть это просто инициализация логгера, инициализация хендлера, инициализация каких-то сервисов, репозиториев, вот, потом по структурированию пакетов, пакет должен содержать те сущности, которые имеют какой-то общую цель, вот, также хочу упомянуть организацию пакета как библиотеки, очень хороший пример этому, это пакет encoding, там, где на верхнем уровне содержит себе интерфейс, те действия, которые он предоставляет, и конкретные реализации содержатся в подпакетах, вот, и поименованию то, что пакеты, имя пакета должно быть какое-то короткое слово, которое описывает цель этого пакета, вот, и давайте подытожим, то есть, если вы не знаете, с чего начать, начинайте с led structure, то есть, помещайте все в один пакет, то есть, это будет какой-то main пакет, все равно со временем, если это у вас какой-то прототип, очень хорошо подойдет эта структура, и со временем вы, все равно ваша структура проекта, она будет эволюционировать и продвигаться дальше, вот, если вы строите более какое-то сложное приложение, вы можете уже заезжать для себя на знакомую структуру, то есть, группируете это все по функциям, следующее, это используйте, группируйте по модулям, если вы можете разбить свое приложение на какие-то части, на модули, которые между собой не будут связаны, потому что в этом случае вы получите зависимости, и вам надо будет как-то с ними работать, работать, и последнее, это то, что используйте domain-driven development, если вы хотите разделить свою бизнес-логику и работу с вашим хранилищем, вот, скажу, что, немного добавляю, скажу, что domain-driven development нету необходимости использовать абсолютно все его части, у себя в проекте мы используем только сам домен, сервис по работе, то есть действия, которые возможны с нашим доменом, и репозиторий, то есть это работа с нашей базой данных, то есть оно подразумевает то, что вы можете использовать только какие-то части domain-driven development, вот, и в конце я отображу ссылки, которые мне помогли готовиться к этой презентации, то есть очень классная презентация от Брайана Кэтлсона, очень такой зажигательный мужик, всем рекомендую посмотреть, также можно почитать стандартные пакеты, стандартный лейаут для пакетов, вот, также Кэт Син рассказывала о структурах в проектах, если вам интересен domain-driven development, последние две ссылочки, это построение enterprise сервиса для Go и Hexagonal Architecture от Крис Федао, они рассказывают об этом более подробно, все, если у вас есть какие-то вопросы, я открыт для обсуждения, есть кто-то на линии, привет, я думаю, я, в принципе, я думаю, что все шукают на брус, что я через себя пропустил все эти структуры, то есть я реализовал этот проект, для каждой из этих структур, это доступно на гитхабе, я дальше скину ссылочку, можно посмотреть, поклацать, у меня даже в конце все билдилось, поэтому посмотреть, как оно приблизительно должно быть организовано. Так, я думаю, что не все используют эти подходы, возможно, кто-то использует какие-то другие, и хочет поделиться своим опытом тоже. Это было доречно. В целом, это такая холиварная тема. Да, очень холиварная, я даже когда-то называл, это то, что тут нету понятной структуры, как писать проект, для меня непонятно, но потом со временем ты начинаешь разбираться и понимаешь, что ты под свои нужды, ты создашь себе структуру. Валентин, спасибо за доклад. Можно вернуться к слайду, где мы задаем вопрос, какую структуру выбрать? структуру, в конце? В самом начале, по-моему, было. В самом начале, сейчас посмотрим. Так, наверное, вот это, А, не, стой, стой, сейчас, вот это. Да, вот я тут не вижу, честно говоря, самого главного вопроса, для чего предназначен проект, потому что отталкиваясь от того, для чего предназначен проект, можно выбирать структуру. Для той же самой простой библиотечки разбиение по модулям флетовая структура отлично подходит. Да, да, может быть, я считаю, это не добавил, но, да, основная цель это понимать, зачем тебе нужен твой, то есть, какие цели стоят перед твоим проектом, если, если, не знаю, какие-то, это будут, как в нашем случае, например, это были какие-то общие микроадминические, микросервисы, и там мы юзали, например, GoKit, то есть, мы понимали, что какой-то особой бизнес-логики там не будет, нам надо максимум этого взаимодействия между ними, этот инструмент нам предоставлял эти возможности, плюс мы получали всевозможные медоварки, метрики, просто это все было из коробки, и мы это решили использовать, вот, и мы не были настолько опытные в этом вопросе, вот, поэтому... и такой вопрос, это связь между Domain Driving Development и Adapter, два разных понятия, и как вот их между собой совместить хотелось бы. На самом деле, все, во время подготовки, то есть, многие авторы, они между собой, они между собой, они называли Domain Driven Development, то есть, это группировка по контексту, для них было это и Domain Driven Development, и Adapter, и Hexagonal Architecture, то есть, это все, все в себя включает это понятие, то есть, это группировка по контексту. Adapter, то есть, это же не, то есть, это не, как это, не паттерн, в котором мы привыкли, вот, который там сколько, 22, 24, вот, Adapter, это, насколько я понимаю, то есть, Adapter, это для нас, то есть, это домен, в нашем случае, это продукт, и те действия, которые, могут выполняться над этим продуктом, это наш сервис, то есть, вот в этом случае и подразумевается Adapter, то есть, ты можешь, на самом деле, ты можешь реализовать, то есть, в нашем случае, мы реализовали это, как для эластика, у тебя, и этот сервис, он реализовывал, тот интерфейс, который у нас есть, в продукт-сервисе, и, то есть, Adapter, в этом понимании, насколько для себя я это понимаю. Ну, в общем, получилось, что ты сейчас повторил первоначальное формулирование объектно-ориентированного программирования, когда у тебя есть структуры данных и методы, которые мы определяем для изменения его внутреннего состояния. Ну, это не внутреннее состояние, это, наверное, больше те действия, которые, это бизнес-логика, то есть, это те действия, которые мы можем произвести над этим продуктом. Да, вот тут, с точки зрения группировки по контексту, что еще сильно смущает, как бы, вот пакеты Package. Package, стандартные раскладки гушных пакетов, это те пакеты, которые мы используем у себя, но которые, могут быть экспортированы наружу. И HTTP-хендлеры, они относятся к этому домену, и экспортировать их наружу, как-то смысла особого не вижу. Ну, это не подход, то есть, это не подход, как бы, это не тот гошный подход, который есть в, как бы, в наших, в пути, там, где устанавливаются наши приложения, те, которые мы инсталим. То есть, это пакет Package, он больше доставлен на тот код, который мы будем добавлять в это приложение. То есть, это все относится к нашему пакету Package. То есть, это не то, что мы будем обязательно экспортировать. Ну, скорее всего, мы будем это экспортировать, потому что в Майне нам это надо инсталлизировать. Немножко о другом. Ну, окей. Спасибо. А пока все. Мы у себя используем немножко другой подход. У нас, то, что относится к хендлерам, это, опять же, домендрайвинг, получается, это у нас API, и это идет в Package, Internal Package API. Какого-то? У нас, то же, в нашем проекте мы точно так же используем пакет API, вот, и это больше похоже на группировку по функциям. То есть, какой-то функционал выносится в отдельный пакет. В нашем случае, это пакет API. Ну, логично, потому что это, как бы, повторяет классическую модель без привязки к какому-то конкретному языку. И языку это MVC-шная модель, когда вот есть модель, контроллер, который выполняет бизнес-логику, и VUHA, ну, это API, который мы поддержим, и в горшечке, это, если для микросервиса вещь идет, это еще типичные хендлера. Да, то есть, да, это лейер-архететчер, который мы все привыкли, это Model VU-контроллер. Да, это такой подход. То есть, на самом деле, проект наш построен из нескольких частей, то есть, мы не придерживаемся, в нашем случае, мы не придерживаемся к какой-то конкретной структуре этих проектов. Где-то в одном случае мы используем, как в случае с пакетом API, мы используем группировку по функциям. Где-то при работе с каким-то пакетом, который содержит много разных данных, мы придерживаемся, у нас есть домены, у нас есть сервисы, у нас есть репозиторий по работе с нашими пакетами. То есть, в этом случае так нам более удобно, особенно, когда мы говорим о тестах. Такой подход очень классный, потому что ты на вход пробасываешь интерфейс, на выход получаешь готовую какую-то структуру. Я еще додам, что Александр скинул в чатик линку на погляд хлопців, как можно организовать проект. В принципе, там много они выкрасывают те самые информации под капотом что и Валентин подчас подготовки. И на выходе уже подготовили структуру, что можно взять, запозичить, дивиться. Это всего лишь лучшие практики, как это может быть подписано. И все зависит от вашего проекта, от тех нуж, которые у вас есть. То есть какой-то серебряной пули для всех проектов не бывает. Есть то, что удобно, то, что для нас это работает, для кого-то может не работать. Доброе. Я думаю, что если вопрос больше нет, я только напоминаю, что завтра будет метап в Киеве, и скорее всего 31 числа будет метап в Львове. Так что у кого будет нагода, приходите, возвращайтесь, спілкуйтесь. А по поводу завтрашнего метапа в Киеве, где можно информацию подивиться? Ну, есть сайт голланд in UA, и там есть ссылание на Slack, в принципе, в Slack идете на переписку в channel Киеве. Еще есть сайт метап, и там можно поискать Киев и голланд в поискать Артем у Дима спроси он по-любому выступать будет. Иван, а ты можешь продубливать воркплейси в нашем счете? давайте я воркплейси сьогодні продубликую. Ну, львовского ивента еще нема, он еще анонсованный, но как только будет, продублируйте обовысково. Да, да, и мне здаюсь, что завтра или на днях будет воркшоп Голланд плюс ГСП, но там будет больше на ГСП. Это у Львови будет Тарас постумать проводит. Так что ходить на ивенты, встречаемся не только онлайн и про качество своего извиняня. На Голланд Квартией нема ничего. Там есть посиление на Slack и на Metap.com. Ну, да, это един что там есть користость. Скорее всего те, кто в Киеве, и не только в Киеве, и просто добавьтесь в Slack. И там очень часто напоминания приходят туда. Окей, дякую. Всем дякую. Гарного тижня.